Итак, пришла осень, листья пали, стало холодать по утрам. И что? Конечно же, в подсобные помещения типа кладовочки начали с улицы заходить мыши. Это проблема всей сельской местности. Вот моя кладовочка, сейчас мы свет включим. Ну вот теперь результаты. Вот первая мыша попалась в мышеловочку. Дальше смотрим. Вот вторая. Такой суперкет. А вот здесь и третья. Один только хвостик из мышеловки торчит. Еще ставил. Здесь не поймалось, пока стоит настороженная. Теперь нужно перезарядить мышеловки, поставить по-новому. Собираем их для начала. Выйдем на улицу. Так, суперкет снимается очень просто. Хорошая китайская мышеловочка. Просто нажимается вот эта часть. Вот и мышка здесь как оказалась. О, она еще живая. Неожиданно. Ладно, мы ее котику отдадим. Что же делать? Смотрим другие. Это обычная классическая мышеловка. Здесь мы поднимаем. И готово. Здесь суперкет. Здесь кошку, мышку прибило по-другому. Со смертельным исходом. Ну, это уже мышка, конечно, и жилец. Но коту будет радость. Итак, чтобы насторожить мышеловку, нам нужны корочки хлеба, которые на мышеловке одной осталось, еще две другие. И растительное масло. Здесь у меня стоит бутылка, с которой использовали растительное масло. Но там на донышке, как обычно, что-то натекает. И мы его используем, это масло. Что-то осталось. Вот оно вытекает в крышечку. Остатки растительного масла. Этого достаточно. Берем корочку хлеба. Обмакиваем. Вторую. Тоже обмакиваем в растительное масло. Мышеловка суперкет. Суперкот в переводе. Это китайская. Очень простой конструкции. Очень безопасная. Вот она открывается. Срабатывает она очень просто. Раз. И прихватывает. Бьет очень слабенько. Как бы для нас. То, что вы видели даже, что мышка осталась. Поэтому заряжается тоже очень безопасно. Можно никому ничего не бояться. Для того, чтобы одной рукой буду заряжать и снимать. Поэтому я сзади прижму крышечку. Другой мышеловкой. Для того, чтобы она не била по руке и могла зарядиться. В общем, берем одну корочку хлеба. И просто кладем вот сюда в конец. Вот этой полости мышеловки. Так. Убираем. И вот мышеловка уже насторожена. Ее просто теперь можно поставить где нужно. Ну, для того, чтобы нести туда, я пока закрою и занесу. Другое дело обычная мышеловка. Так как здесь уже меня хлеб одет и он уже под засох. Я немножко масла капну на хлебную корочку. Вот. И теперь она будет тоже очень привлекательна для мышей. Зарядить мышеловку такую можно даже одной рукой. Я делаю так. Отводим сам поводок. Рамочку отводим. Заводим поводочек. Делаем в натяжечку. И вставляем сюда в окошечко такое. Все. Мышеловочка тоже полностью заряжена. Готова для работы. В таком виде ее и будем ставить. Самое главное для безопасности, чтобы по рукам никогда не бил со стороны насторожки, никогда не берите мышеловку в руки. Всегда берите ее сзади. И если ее вам надо как бы сбить или чтобы потом перестать. Достаточно здесь сделать такое нажатие и все. Теперь бросаете и она просто сработает и вы можете безопасно с ней работать. Ну, мы пока ее опять перезарядим. Все делаем просто одной рукой можно. Двумя руками намного удобнее, конечно. Но я это уже привык. Никаких проблем не вызывает. Все. Ну, а теперь пойдем ставить. Берем две мышеловочки эти первые. Идем ставить их. Мы опять все там же, где мы их поймали мышей. Ставить мышеловочки. Вот первую поставим прямо поближе, вот так откроем, поближе к стеночке. Вот так она будет стоять. А вторую мы поставим здесь же. Здесь у нас еще одна мышеловка стоит, мы ее уберем. Вот желательно выбирать вот такие проходики, по которым мыши шныряют. И вот она подойдет, ей обойти мышеловку никак. Даже если случайно затронет, она все равно попадет в нее. Третью мышеловку я все-таки решил поставить на землю. Мыши иногда бегают здесь. А вообще, когда выбираете место для мышеловок, то желательно руководствоваться тем, есть ли там мыши точно. Вот одним из признаков наличия мышей является их помет. Вот такие окатыши овальные. Вот они говорят о том, что здесь мышки уже хозяйничают. В других местах так же само можно найти. Вот на полочке. Вот это все помет мышей. Вторым признаком наличия домовых мышей в кладовке не только погрызенные продукты, до этого не должно доходить, а появляется специфический мышиный запах. Именно признаки первого появления мышей, это появление специфического запаха. И это говорит о том, что вам нужно с ними уже начинать бороться, не допуская их размножения. Все, поставляем на завтра. Вот и сегодня мышеловка захлопнута. Ну, что-то ничего не видно. Нет, виден хвостик, лапка. Сейчас пойдем на улицу, посмотрим, что у нас такое. Сегодня поймалось. Наверное, маленькая мышка. О, опять живая. О, нет, смотрите, какой длинный у нее нофиг. Это землеройка. Землеройка полезнейшее животное. Она уничтожает разных вредных насекомых. Вреда человеку никакого не приносит. Поэтому, слава богу, что такая у нас мышеловочка сохранила живую нашу землеройку. Вот она какая. Это малая белозубочка. Вот. 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 Продолжение следует... Вот он, какой нос у нее длинный, ушки, а глазки маленькие-маленькие. И попискивает по-другому, чем мышка. Сейчас мы ее... Здесь у меня всякая растительность. Вот ее отпустим, и пускай себе убегает. Вот она ищет местечко, где бы укрыться. Ну, пускай. Если выживет, пусть живет себе, ищет зимовку. Многие люди пользуются мышеловками. Но есть те хозяева, у которых не получается ловить мышеловками. И причин в этом несколько. Основная причинка, это не очень пригодное средство борьбы. А именно, сама мышеловка. Как проверить рабочее состояние? Причем, не обязательно старое, но и новое. Когда вы кладете в натянутом состоянии вот этот поводочек, то его длина должна заканчиваться как раз напротив, напротив вот этого старожка. Вот старожок. И именно заканчивается. Если он будет заходить в эту сторону дальше, то, когда мыша будет трогать приманку, она просто не сработает. Она не сработает, мышеловка. Почему? Потому что во время пробы еды мыша просто дальше как бы натянет старожок на поводок. И она никогда не сработает. Мыша съест хлеб и спокойно уйдет. А мышеловка останется в таком настороженном виде. Вот здесь как раз угол. Когда вы ставите на самый-самый кончик при насторожке. И угол вот здесь всегда должен быть или прямой, или даже тупой. Самое оптимальное, это когда вот такой наклон как бы в эту сторону. Вот вместе с поводком. Вот так. Вот перед вами правильно настороженная мышеловка. Видите, вот этот угол, вот этот угол, он как бы даже тупой по отношению к вертикальной оси. Здесь тупой. Почему? Потому что если мыша сюда подойдет, возьмет наживку, она шевельнет, и она всегда соскочит старожок из вот этого поводка. Всегда старожок соскочит. И никогда не сможет даже случайно надвинуть его сюда. Вот представьте себе, если вот так, вот даже один-другой раз шевельнет мыша, не пугайтесь. Все, мышке был бы конец.